Всем привет! Меня по-прежнему зовут Антон. И сегодня мы рассмотрим достаточно недорогое и очень интересное предложение от компании Lenovo. Итак, относительно недавно на рынке появилась новая линейка под кодовым названием G570. Первое, что мы видим, доставая ноутбук из коробки, это глянцевая крышка. Как я уже упоминал в наших видео, внешне это выглядит дороже, но ухаживать придется чаще. А вот внутри рабочая поверхность матовая, металлическая, приятная на ощупь, что добавляет солидности и практичности этому ноутбуку. Ведь согласитесь, это лучше, чем пластик. Диагональ экрана этого ноутбука 15,6 дюйма. В общем-то, стандартный, самый популярный размер. Качество картинки, как всегда, на высоте. Светодиодная подсветка дисплея, соотношение сторон 16 на 9. Ведь над дисплеем красуется веб-камера. Хотелось бы обратить ваше внимание на клавиатуру. Lenovo называет ее Ecutype. Клавиши, выполненные из черного матового пластика, имеют небольшую вогнутость. Расстояние между клавишами достаточное, чтобы комфортно проводить с этим ноутбуком долгое время. Сенсорная панель с точечной структурой поверхности, которая ощущается, когда вы водите по ней пальцами, сперва, откровенно говоря, показалась мне немного неудобной. Но со временем я к ней привык и перестал обращать внимание на эти пупырышки. Но, в любом случае, мышь тут не будет лишней. Эргономика портов ввода и вывода, на мой взгляд, достаточно удачная для правши. Большинство портов находятся на левом борту, что дает пространство под правую руку, например, для мышки. Итак, слева три USB, один из которых совмещен с eSATA, порт HDMI, порт VGA и разъем сетевой карты. Справа один USB, разъем питания, аудиоразъемы для подключения наушников и микрофона. Также тут расположен пишущий DVD-привод. Спереди же все по минимуму. Рычажок включения и отключения беспроводных коммуникаций, Wi-Fi и Bluetooth, индикаторы состояния и уже привычный нам карт-ридер. Хочу заметить, что Bluetooth тут заявлен как опция, и на некоторых моделях он может отсутствовать. А сейчас предлагаю перейти к техническим характеристикам. Данная линейка комплектуется процессорами Intel Core i3, i5 и i7 в сочетании с мощной видеокартой HD 6370 с одним гигабайтом памяти на борту. Плюс к этому 8 гигабайт оперативной памяти и жесткий диск 750 гигабайт. Но это по максимуму. В реальности на рынке в ценовом диапазоне до 20 тысяч рублей. Возможно варианты с Intel Core i3 и i5, 3 или 4 гигабайта памяти и жесткий диск 320 гигабайт и 500 гигабайт. Но этого, поверьте мне, уж более чем достаточно для того, чтобы ноутбук справлялся со своими задачами. Ну и в итоге я бы хотел сказать, что данный ноутбук Lenovo G570 абсолютно полностью себя оправдывает. Ведь за небольшие деньги вы получаете полноценный 15-дюймовый ноутбук в очень красивом корпусе и весьма производительный внутри. Да, кстати, я бы хотел заметить, что на данный момент на рынке не так много предложений с обновленной версией процессора Intel Core. А когда такой процессор заключен в столь привлекательный корпус, это, я думаю, и объясняет нам такой высокий покупательский спрос. Вы можете заказать этот ноутбук в нашем удобном интернет-магазине topcomputer.ru А у меня на этом все. Делайте свой выбор. Увидимся!